Привет! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. Это видео мы посвящаем самооценке и тому, как она проявляется, в чем, как можно узнать здоровье, самооценка у человека или нет. Но кратко напомню, что такое вообще самооценка. Словами Натаниэля Брэндона и превосходные источники его книга «Шесть толпов самооценки» Самооценка – это тот кредит доверия, который мы выдаем сами себе. Механизм самооценки простой. У нас есть некий образ, то, как мы хотели бы жить, действовать, выглядеть, воспринимать себя. Есть реальное положение дел. И вот в зависимости от того, какой разрыв между желаемым и текущим состоянием, это и обуславливает нашу самооценку. Больше разрыв – значит, меньше самооценка. Так вот теперь, что такое здоровая самооценка? Здоровая самооценка подразумевает, что у нас есть реальное восприятие себя и, так вот скажем, терпимое, дружелюбное, любящее, поддерживающее отношение к себе. То есть мы понимаем, что у нас есть и достоинства, и недостатки, мы это принимаем. И самое главное, мы действуем для того, чтобы что-то изменить, если нам что-то не нравится. Прежде всего, здоровая самооценка проявляется через позу, через жесты, через тело. Потому что как только есть некий разрыв между желаемым и текущим состоянием, особенно если мы хотим его спрятать, скрыть от кого-то, в теле возникает напряжение. Когда мы отчаянно выдавливаем из себя что-то большее, чем на данный момент есть, это обязательно проявляется в какой-то зажатости, скованности и угловатости, я бы сказал, в такой механизированности движений. Второе. Здоровая самооценка подразумевает наличие спокойного отношения к критике. Потому что если любая критика заставляет нас закипать, если мы не можем ее слышать, если мы не можем на нее спокойно реагировать, потому что в критике бывают и рациональные зерна. Это означает, что у нас, опять же, есть где-то неприятие чего-то в себе, поэтому такая бурная реакция и проявляется. Здоровая самооценка подразумевает, что мы спокойно относимся к тому, что другие люди могут быть хороши, что у них есть какие-то достижения, что они могут в чем-то превосходить нас. Это не важно, когда с собой, у человека есть мир. Как только, вот это, кстати, один из прямо патагномоничных признаков для нездоровой самооценки, как только нам требуется кого-то принижать, постоянно доказывать свое превосходство, независимо от того, какие есть внешние достижения, это сразу указание на то, что самооценка есть проблемы, потому что иначе мы чувствуем себя плохо, без того, чтобы не показать, что мы-то вот хороши, а вот посмотрите, они где-то здесь внизу. То есть, да, мы спокойно можем позволить другим людям быть самим собой, если они не задевают нас. Вот это признак хорошей, здоровой самооценки. И, конечно же, чувство юмора. Чувство юмора без здоровой самооценки, я думаю, невозможно. Вот так.